хочу сейчас давай через час завтра завтра опедом нормально же время или на выходных на выходных давай а че сейчас сейчас че друзья шутки в сторону сегодня будем говорить как вы поняли о прокрастинации важная тема я не знаю ни одного человека который не болел бы этой болезнь начиная с меня конечно прокрастинация это наше дикое желание что-то откладывать наша привычка делать что-то потом через час через два на через день завтра потом как-нибудь но не сейчас я сегодня хотел поговорить именно об этом прокрастинация это состояние человека когда он и не работает и не отдыхает и научно доказано что люди которые постоянно прокрастинирует не испытывают удовлетворения от той деятельности, которой занимаются, не занимают высоких должностей, испытывают проблемы со здоровьем и просто получают меньше удовлетворения от жизни. По словам Пирса Стилла, автора книги «Уравнение прокрастинации», около 95% людей прямо признаются в том, что они прокрастинируют в той или иной степени. На мой взгляд, 5% оставшихся тоже прокрастинируют, но не решились в этом признаться. Приведу маленький пример, как решаю вопрос прокрастинации в своей работе я лично. Например, у меня есть какая-то книга или статья, которую я хочу прочитать. Она мне очень нравится, я ее долго ждал, но тем не менее. До нее есть материал, с которым я должен ознакомиться в силу своих трудовых обязанностей. Что я делаю? Ту книгу, которую я хочу прочитать или статью я откладываю, беру этот материал и даю себе слово. Пока я с ним не ознакомлюсь, я к этой книге не притрагиваюсь. Да, сложно, да, неприятно, но это работает. Или второй кейс. Например, вы все знаете, что я прохожу курс английского языка. Я намеренно приглашаю преподавателя на 10 часов утра, зная, что для того, чтобы успеть к 10 часов, мне надо проснуться как минимум в 8.30. Конечно, я очень хочу отложить этот урок на час дня, на два дня, или сделать его вечером. Но я понимаю при этом, что первая половина дня у меня просто улетит. Именно поэтому я назначаю встречу на утреннее время, назначаю какие-то совещания, собрания, важные дела, или те же уроки английского языка. И именно это позволяет мне даже первую половину дня провести с максимальной продуктивностью. Хотя, конечно, очень хочется поспать. Я также не могу пройти мимо результатов и последствий этой прокрастинации. Срывы сроков, невыполненная работа, невыполненные обещания, испорченные взаимоотношения и просто те слова, которые вы кому-то дали и невыполнены, потому что не смогли сделать ту или иную работу в срок. Это очень мешает вашему развитию, личной жизни и просто общению с вашими близкими друзьями. Тема сложная, Магомед, тема сложная, поэтому надо побольше говорить. Не останавливай меня. Также, друзья, мне вспоминается интересная книга под названием «Сначала съешьте лягушку». В чем ее суть? Это когда в начале рабочего дня выберете самую неприятную работу, на которую нужно потратить 10, 15 или 20 минут, и начинайте именно с нее. С мыслью о том, что в дальнейшем ничего плохого в течение дня не ждет, потому что самое неприятное вы уже сделали. И это мотивирует вас сделать ее качественной, эту работу, и двигаться дальше. Задача этого дня, друзья, осознать, что мы должны навсегда избавиться от прокрастинации и нашей привычки откладывать дело на потом. Понять, насколько пагубна эта привычка, влияет на наш личностный рост и семейные отношения. Разбить все задачи, которые мы выполняем в течение дня, на маленькие промежутки, обозначить даты, обозначить время завершения каждой задачи, и пока мы их не сделаем, не приступать к тому, к чему мы обычно привыкли. Телефон, соцсети, общение, досуг, хобби и все остальное. Сначала важное, и потом второстепенное. Научитесь получать удовольствие от того, что вы делаете вовремя. Если есть какое-то неприятное занятие, например, бег 3 километра, то постарайтесь во время пробежки слушать полезную лекцию, фильм или аудиокнигу. Совмещение приятного с полезным позволит начать и закончить эту работу вовремя. Поэтому хватит откладывать. Приступай.